Знаешь, у меня две версии, и обе, конечно, они вертятся вокруг этого руководителя судейским корпусом, командцева вроде. То есть, человек совершенно не из судейской среды, мне кажется, даже не из футбольной среды, который вообще попал в этот омут по случаю. На мой взгляд, можно быть очень умным, наверное, юристом или еще кем-то, но для того, чтобы держать в узде вот этих хищников, там нужен прямо такой дрессировщик генеральского пошива, никак не меньше. Причем такой генерал в отставке силовых структур, который может все это бледво загнать под плинтус и выставить, работать и выполнять свои функции честно. И тут у меня просто две версии. Либо эта вся бригада специально это исполняет, чтобы его схарчить и поставить на его место какого-то своего выдвиженца, с которым им совсем будет комфортно жить и зарабатывать. Вот. Либо тут эффект огурца. Ты когда знаешь, такой с грядочки огурец срывается, он весь такой чистенький, аккуратненький, хрустящий, беленький. Потом его кладут и начинают немножко подсаливать. Вот он уже через 3-4 дня малосоленый, через месячишка он уже соленый, а через 2-3 он уже как эта сморщенная непонятная жопа, а не овощ. Так и здесь. Я думаю, либо они его харчат, либо он уже тоже утонул в этом болоте. Но как бы то ни было, я думаю, что работа его абсолютно непрофессионально, абсолютно неудачно. Этот опыт, когда он возглавляет судейство российское футбольное. Ну, сейчас просто, знаешь, как снежный ком, который катится, даже не снежный ком, а помнишь, как этот, господи, как он, асфальт, который кладет. Асфальт-то укладчик. Укатывает. А, да, асфальт-то укладчик. Помнишь, как, ну, погоди, когда он там с горы несется, ну, вот так и наше судейство сейчас несется к своему дну. И когда кажется, что уже все, ну, нет, они открывают новые горизонты. Ну, просто здесь есть фланс, как бы, да, то есть огромные деньги за этот вар уплочены, да, и я так понимаю, что еще от РПЛ требуется, чтобы еще доплатили, да, и, в общем... Слушай, ну, они же нашли, я же тебе сказал, что это... Фактор, который запутывает всех просто. Ну, это же, слушай, ну, они как тараканы, ты им закрываешь одну дырку, они находят другую и лезут через нее, так и здесь. Они благополучно поняли, что весь этот вар можно обходить одним простым способом. Этот на поле придуряется, что не видит, второй у вара придуряется, что тоже не видит и не зовет его. Потом они друг на друга показывают и взятки гладкие. То есть этот его не позвал, а тот вроде как не заметил. И вот эпизод не посмотрели, и вот он уже, этот эпизод, заигран. Ну и все, а еще на всякий случай подкрепились каким-нибудь экспертом из своего же сообщества. Ну, то есть, в принципе, подельника такого же, просто который отвечает за другую составляющую этой бригады. Ну и все. Вот тебе и дело сделано. Ну вот есть нюанс, я не знаю, вы смотрели же наверняка, как бы матч или фрагменты матча, Нижний Новгород, крылья Совета. В тот момент, когда рассказывал, как бы мяч в руку попал перед этим, его толкнули. Писарскую записанную дали пенальчик. То есть, как такое с помощью вар не можно решить эти моменты? Ну, видишь, значит, не можно. Ну, я тебе говорю, значит, все, Сереж, все от безнаказанности. Все от того, что нет наказания. Все от того, что рука руку моет. Кто смотрит потом за тем, что происходит? Ну, та же их бригада. Просто ты пойми, что это просто такое, знаешь, мафиозное сообщество, часть из которого работает в поле, а часть из которого работает в кабинетах. Одни исполняют работу, знаешь, как раньше в итальянской мафии в Америке, на улицах, а другая часть исполняет в красивых помещениях. Так и здесь. Эти исполняют работу, что называется, на земле, а те их прикрывают уже в другом месте. Вот и все. Ты, если бы, например, то, о чем я говорил всегда, если бы была суровая ответственность, то есть, вот ты раз ошибся, два ошибся, и навсегда прощаешься, ну, хотя бы с премьер-лигой, ладно? Не можете вы их изгнать совсем из этого, из этой профессии. Изгоните их хотя бы на премьер-лигу, чтобы этого не было, чтобы люди не сходили с ума. Ну, пускай они издеваются над первой лигой или как там, на ФНЛ, пока там тоже не будет точка кипения. Да. Вот. Ну, а так они, ну что, ну пропустил он матч-два, дурака свалял, одну команду прибил, люди потратили деньги на дорогу, но все, работали, старались. А они их прибили, вышел этот мудак, прибил команду и все. Другая команда не по делу нажила, три очка. Этот потом два-три матча пропустил, оперился заново, стряхнул шкуркой и пошел дальше свою наглючую работу делать. Андрей Ларисович, я правильно понимаю, вы предлагаете вот за такие резонансные ошибки, когда, ну, то есть, происходят такие вещи, просто сказать, все, ты заканчиваешь профессиональную карьеру, ты с футболом завершаешься. Я считаю, что вообще надо вот сейчас командам, которые пострадали от таких судей, может быть, принять какое-то радикальное решение. Например, взять и отказаться проводить матчи следующего тура. До отстранения кого-либо, ну, без разницы кого, вот кто больше всего всем надоел, кому-то Безбородов, кому-то Кукуян, кому-то Левников, кому-то еще кто-то. И сказать, вот пока одного из них навсегда не уберете, мы дальше, мы приостанавливаем свое выступление в чемпионате. Это может быть решение пяти-шести команд, не обязательно же всех. И тогда, когда, например, вот так одного пассажира команды, именно команды, там, несколько их там, не надо, чтобы все, понятное, что те, в чью пользу судят, вряд ли согласятся с этим решением, да. Но если ли пять или шесть команд, например, в следующем туре, говорят, мы не будем, мы не явимся на игры, записывайте там чего хотите, поражение или еще что-то, но пока там вот какой-то определенный персонаж навсегда не покинет судейство в премьер-лиге, мы не будем продолжать чемпионат, понимаешь? И тогда у них перед глазами будет хоть какая-то страшилка, что на случай вот этого беспредела, во-первых, команды, не беззубые мальчики для битья, над которыми можно издеваться, а реально структуры, влияющие на процесс. Вот, потом я считаю, что я уже об этом говорил, почему я все время говорю о том, что должен быть какой-то руководитель с прошлом из правоохранительных органов, ну, ведь, не помню, по-моему, еще древние римляне, но, боюсь ошибиться, кто это сказал, что любое преступление оставляет финансовый след. Так и здесь, но что такого сложного? Ну, их там 10-12 человек. Ну, проверьте вы соответствие их жизни с их доходами, сопоставьте, сколько они зарабатывают, и сопоставьте, сколько они имеют, или сколько они там в год тратят. Причем все эти рассказы про бабушек, про жена заработала, про все, ну, я думаю, что принимать во внимание тоже не стоит, а, в принципе, опять же, тут просто надо глубоко копнуть и попросить тогда, если там кто-то им деньги, какие-то взаймы таким бедолагам предоставляет, ну, где те люди их взяли, как они налоги заплатили. Ну, то есть, этому надо просто, знаешь, посвятить время, этим надо заняться, но, мне кажется, один раз эти конюшни надо расчистить. Ну, хотя бы, чтобы этот эффект был, ну, хотя бы на 5 лет. Чтобы каждый год у нас конец чемпионата не превращался в бенефис какого-нибудь очередного осла со свиском, а чтобы мы видели нормальную, интересную борьбу спортивную. Чтобы побеждали те, кто лучше играет, а не те, кто лучше договаривается с этими судьями. Слушайте, ну, вот этот самый, я думаю, что вы читали, видели вот это заявление гендиректора Самарского клуба, который сказал о том, что он подает в отставку. Ну, вам это не напоминает какой-то шантаж? Ну, то есть, ну, что это такое? Как бы я подаю? То есть, у нас один клуб... Ну, а я думаю, что это не шантаж. Слушай, ну, это не шантаж, это крик души. А как человек может работать? Как он может выполнять свои функции? Когда человек все делает, а потом выходит какой-то мудила со свистком. Кто там их судил, кстати? Галимов. Ну, и исполняет такие вещи, которые... Ну, что человек должен сделать? Вот объясни мне. Ну, вот как можно работать, если ты понимаешь... Ну, это вот примерно так же, как ты бы предъявил... Нет, туда просто не работает, Андрей Владимирович. Так, я тебе... Ну, он и не работает, он уходит. Это знаешь, как тот самый стрелочник, тебе рельсы не туда переставил. Ты переставил, у тебя состав стрельц сошел, у тебя стрелочник не туда этот самый развернул, у тебя случилась катастрофа, а ты в этом всем, например, обвиняешь РЖД или тех, кто вагоны эти собирал, а не того, кто преступление совершил. Так и здесь. Ну, слушай, люди хотят как-то на эту ситуацию обратить внимание. И считают, что правильно делают. Ну, то есть нужно говорить, что я подаю в отставку. Ну, я считаю, что если он считает, что таким образом он обратит внимание на этот беспредел, ну, хотя бы так. А то у нас, знаешь, все как страусы, головы в жопу позасовывают, побакланят, побакланят, день-два после того, что-то произойдет. И через неделю все, уже эти ребята опять чистенькие, пушистые. И вроде как уже всем все забылось. Мне кажется, забывать нельзя. Вы считаете, когда Фидун тогда пообещал снять команду с чемпионата, это оказалось действенно? Ну, Спартак действеннее всего всех работает с судьями. Посмотри, они закатывают в начале сезона, это же уже у них такой стиль выработался, они в начале сезона закатывают 2-3 истерики, а потом получают самое комфортное судейство. Я думаю, что комфортнее, чем Спартак, сейчас не судят никого. То есть нормально еще судят «Зенит», ну, просто потому что побаиваются потерять работу. А вот так, если мы уберем зависимости прямые, то, мне кажется, на мой взгляд, в самом таком комфортном положении на сегодняшний день Спартак находится. Ну, и, естественно, те, кто клубы, которые побогаче тоже. В их адрес, конечно, ошибок гораздо меньше, чем, ну, мы с тобой уже об этом говорили, чем в адрес клубов, у которых не все хорошо с деньгами.